Горы и море, и солнечный город родной. Пожалуй, это один из немногих дней, когда фраза «Тишина должна быть в библиотеке» отходит на второй план. Для людей с ограниченными возможностями здоровья выступает творческий коллектив, исполняют всеми любимые песни о Сочи и не только. Гости активно подпевают. Таким составом собираются редко, проблемы со здоровьем не позволяют вести активный образ жизни. Но в библиотеку не прийти они не могли. Многим книги помогают жить дальше, невзирая на многочисленные проблемы. Я очень много книг перечитала и очень умного оттуда взяла. Очень по жизни с книг много я хорошего взяла. Много хорошего. Есть такие книги, что действительно надо с них брать пример, которые герои в этих книгах. Концертная программа – не единственный подарок для гостей библиотеки. Для них подготовили небольшую выставку творческих работ, которые создали люди с таким же недугом. Провели для инвалидов и конкурс «Подари мне платок», на котором участники смогли узнать много нового из истории этого исконно русского предмета одежды. Такие встречи в библиотеке проводят нередко. Инвалидам тут создают все условия для приятного, а главное – полезного досуга. Есть у нас и те инвалиды, которым по 30, по 40 лезть, а есть у нас инвалиды и по 70, и по 80 лет. Тем не менее, люди, как говорится, в здравом уме и в трезвой памяти, и пишут стихи, и поют, и принимают активное участие, и старости не дают обуздать их. То есть это активисты, это прекрасные люди, они все очень счастливы и рады, что вот сейчас именно в городе организован такой интеллектуальный досуг. Подготовили для гостей и рубрику «Час информации», выбрали лучшие книги о здоровье и диетологии. Каждый из участников мог взять любую понравившуюся и ознакомиться с ней дома. Через книгу, через знания мы поддерживаем их силой. Мало того, в Центральной библиотеке уже много лет функционирует отдел нестационарных форм обслуживания, который занимается непосредственно, очень тесно, обслуживает общество слепых и общество колясочников. Также в рамках праздника прошла уже традиционная акция «Книга в подарок». Все гости могли выбрать себе в подарок любую из представленных книг. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».